www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Добрый день! Здравствуйте! В эфире Радио Балком, программа «Раз неделю», разговорно-познавательная программа на нашем радио, студия Леонора Рузвельс. Михаил Губин, телефоны в нашей студии 6-7-212-93-9. 6-7-213-93-9 и мантру «Будем нашу». Которую из, потому что в последнее время. Конечно, с удовольствием, тем более это справедливые слова. За веком в век мы приглашаем в нашу передачу наших удивительных современников, искренне увлеченных своим делом. Точно, так она есть и в этот раз. А в этот раз к нам пришел не просто современник. А ярчайший. Да, величайший современник нашего времени, с которым мы просто гордимся жить на одной планете и что там говорить. Да, во-первых. А во-вторых, надеемся, что сможем даже, может быть, в ходе нашей передачи или после каких-нибудь выгод почерпнуть от этого человека, не побоюсь этого слова, гуру. 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 Да, потому что мы позвали сегодня, вы знаете, сделали подарок, в первую очередь, себе. Позвали профессионала в нашей с Михаилом сфере работы. Как мы его называли? Мы как раз любители. А вот это крутое профессионалище, я бы сказал. И поскольку мы первые придумали так говорить, значит, сегодня мы будем поклоняться, да, и мы с Михаилом будем поклоняться. Вы можете задавать, безусловно, свои вопросы настоящему Андрею Мамыкину. Да, который вот сегодня согласился прийти, не зашел и сидит вот у нас в студии. Известный телеведущий, журналист, аналитик, тролль, как тут написано. В общем, со всеми этими пунктами можно и постольить. Да, Андрей Владимирович, здрасте. А правильно ли я понял, что вы в эфире непрерывно находитесь каждый день, ну там, кроме выходных, с 10 апреля 2007 года? Вот просто с экрана не сходите. Ну, связая правду, да, но я немножко... Ну. Это же как бы... Влияет-то на... В принципе, да? Ой, весь облаченный наскорство. Смотрите на меня, что дело в последнем месте. Бодрич Хон, на самом деле. Ну, еще пока есть ресурс. В 2020 апреля вышла ваша вот эта передача на канале ТВ-5, которая как бы, не приходя в сознание, сменилась на следующую передачу уже на канале РНТВ «Балтия». Все так. Ну, были месяцы, когда был летний отпуск, там, какой-то год в июне, какой-то год в июле. Но практически... Ну, так каждый рабочий день, да. Каждый будний день вы в эфире. И первые четыре года я вообще ни разу не заболел. Не потому, что я там физкультурник или там приседаю со стулом, просто не болелось. А потом как заболел, и вообще сразу плюс 45 температура. И два дня поболел, потом опять в эфир. Ух, ничего, вы же берегите себя. Ну, как вам удается? Это что, такая самоконцентрация, сила воли? Вы так прям говорите со мной, что я прям как хочется вместе с вами стоять на колени и стоять, как вы сейчас, зрители не видят, в видеотрансляции. Стоять на колени и тоже стоять. Вот. Ну, так удается как-то, не знаю, вы же любите свою работу. Нет, нет, продолжайте сидеть на этой жердочке, куда вы взгромоздились. Думаю, это очень идет, да. Нет, ну просто дело в том, что вот тогда, когда вышла ваша программа предыдущая, которая благополучно завершилась, я, значит, брал к нам интервью с газетой, телепрограмма такая. Помню, помню. Да, и вот там вы... Еще Миша кудрявым маленьким мультенкой шнырял, пока выказываешь на Мамыкину, задавая ему наивные вопросы. Вот, я сейчас если вас спросил, говорил, это же адская работа, каждый день выходить в эфир, и вы мне ответили. Я только сейчас понял, на что подписался, на прогнозируемый развод со своей супругой. Надеюсь, он не состоится, хотя я почти не бываю дома. Господь услышал мои молитвы и внял моим надеждам. Развод не состоялся. Поздравляем вас. Спасибо. А мы можем вообще, мне кажется, Миша, поэтому же интервью продолжить, собственно, сегодня, 20 лет спустя. А вы будете сравнивать, да, сколько? Да, конечно. А хотите, давайте спросить еще что-нибудь, мисточка. Слова совпадают, сразу очко. А давайте, знаете, давайте зададим вопрос какой-нибудь. Андрей ответит, а потом мы посмотрим, что он отвечал годы назад. Можем ли мы так, пожалуйста, сделать, господин Мамыкин? Так я вот как... Элеонора Теодоровна, вы же здесь хозяйка, а я же гость. Это не так. Я же как-то тут не вижу такие довольно вопросы. Нет, я, кстати, вот тогда, когда я вас сравнивал с местным Евгением Киселевым, вы как-то вот отказались от этой чести. Ну, посмотрите. Во-первых, там скандальчик был, да? Да. Ну, как это? Во-вторых, ну, вот так вот сидеть и говорить... Так вы на Познера похожи. Нет, Познера еще, там еще очки более ниже. Преступный режим Домбровского. Это же на что? Я не Киселев. А к Познеру как относитесь? К Познеру отношусь хорошо и очень-очень уважаю. Но он, конечно, человек сложный, как любой великий человек. И очень жалко, что я вот не могу, например, работать с ним. Я бы с огромным удовольствием, не знаю, воду подносил бы, Владимир Владимирович, глотнить. Ну, все еще, во-первых, впереди. А есть ли вообще кумиры вот у вас профессионально какие-то? Остались ли? Или, может, были ранее? Не, ну, вот как, не сотвори себе кумира, но есть люди, за которыми я подглядываю. Ну, там Ларикин, Копрова, Инфлик, Познер, Толстая. Это все, и Ларикин, тоже, и Познер, да. Толстая тоже, она такая, она вот такая гадючка, она как вцепится. И как не отпускает, и какой у меня тут кайф просто. Как она может держать? Она зрителя держит? Ладно, там клиента, он ушел с интервью. Ее умению? Ее интеллекту, потому что это такие, вот она там фортеля в голове себе сделала. Это да. Да. Но она же вот, как вы сами правильно сказали, излючка, то есть многие считают, что она женщина такая. Так она может и такая? Она такая, а вы другая, а я вообще третий. В этом же и есть весь мир. Банально, что он сказал. Мысли банально, а Волга впадает в Каспийское море. Миша. Ну, мы же тут у нас как гуру, мы как раз вас спрашиваем, как вы сделаете, в чем секрет вашей популярности? А я не знаю, это все случайно, понимаете? Я случайно попал на телевидение, там, благодаря Гунте Лидыке. Потом случайно началась эта моя каторга, ставшая любимой программой без цензуры каждый день. Так получилось, что пришел такой гость, и там случился скандал. Не пришел другой, и еще один скандал случился. Потом стали там чепчики в воздух бросать при фамилии Мамыкин. Все это как-то вот без меня. Ну, еще скажите, на моем месте мог бы быть каждый. Абсолютно правда, потому что, ну, как, надо немножко уметь ля-ля, попасть в нужное место в нужное время, в хорошие руки. А вас согласны со словами уже упомянутого Познера, который говорил следующее? Я могу вам показывать три раза в неделю по телевидению задницу лошади, и эта задница будет популярна по всей стране. Правда? Да. Ну, это магия телевизора, и это наша психика, потому что наша коробочка, она так устроена, что мы начинаем смотреть, и как приклеенные сидеть у экрана. Или у радиоприемника. У радиоприемника полезнее хотя бы глаза не садятся. Да, от него исходят терапевтические вибрации. Вот такую легенду поддерживают. Конечно. А телевизор только излучение. Только на передачах Мамыкина идет... Слава Богу, у меня только с левого ракурса, поэтому у меня только левое полушарие облучено, правое еще как-то соображает. Скажите, пожалуйста, с каким количеством людей в жизни, вам кажется, вы успели поговорить в прямом эфире? Сколько вы взяли интервью? Я не считал, потому что... Ну, это вообще в какие порядки цифр? Ну, я пытался считать, я уже не помню, сколько тысячу, сколько тысячу двести с чем-то программ... Тысяча двести восемьдесят восемь было на канале, который мы упоминаем, не упоминаем, но тот, который другой был. Ага. И уже сейчас сколько, пятнадцать-двадцать на этом новом канале, который мы упоминаем или не упоминаем, а возьмем и упомянем, РЕН-ТВ, Балтия. Конечно. Да, вот уже сейчас. Вдруг кто-то бросится, кто-то уже какое-то время не знает, где искать, переключает. Камал Дамский, там, Охота, Рыба, где Мамакин? Нет Мамакин. Дискавери, СНМ, кажется, перебрал все. Или отключает, а там Задорнов. РЕН-ТВ, кстати, очень любит Задорнова, а Задорнов РЕН-ТВ. Но я думаю, так просто случайно получилось. Вообще, этот канал называют Чупакабра ТВ. Который? Который РЕН-ТВ Балтия. Потому что там всякие инопланетные цивилизации. А, да, да. Там была передача, здесь скрытая камера была снята, как Ленин поднимается ночью с Ложема в Залею. Да. Удалось заснять? Да, 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 все. Боже мой, стресс. Это вот была очень такая мощная операция. Ну, это можно увидеть в полночь. Я часто езжу в Москву, и если милиция не выгоняет с Красной площади, то я тоже это видел неоднократно. Поэтому пошла работа на РЕН-ТВ Балтия из всех предложений, конечно же. Давайте назовем еще раз телефонный в студии и напомним слушателям, что есть возможность приносить к источнику и задать вопрос самому настоящему Андрею Владимировичу Мамыкину. Что же вы меня так? 6-7-212-93-9, как хочу, так и это. 6-7-213-93-9. А вот вы перешли на вашу РЕН-ТВ Балтию, а перемещился, перемещились ли с вами ваши почитатели? Ну, в целом, да, ну вот вы говорили о рейтингах, о успешном шоу, и тут, конечно, большой такой профессиональный вызов для меня, действительно, потому что аудитория программы «Без цензуры», она, я не могу сказать, что старая, потому что я обижу этих верных своих зрителей, но она такая... Взрослая? Взрослая, уже совсем 50+. Взрослая. Мне писали письма, они действительно, когда я говорю «Добрый вечер, с вами Андрей Мамыкин, программа «Без цензуры», они говорят «Здравствуйте». Я тоже с вами всегда здороваюсь. Я, кстати, ваш голос слышу, громче всего звучит, да, у нас же обратная связь есть. Короче, вот они вот, они женщины, и там 50+, а на РЕН-ТВ Балтия программа, ну, вот костяк их зрительского, ну, коллектива, это 35+, люди состоятельные, молодые, активные, интересующиеся всякими инопланетными цивилизациями. И я очень боялся, что я, придя на РЕН-ТВ Балтия со своими, как я говорю, моими добрыми бабушками, я им там всем разгоню и все испорчу. Но пока эти две аудитории как-то сосуществуют. То есть, что и те, и новые есть, и старые остались. Ну, да, но, может быть, какие-то молодые не смотрят, потому что молодые вообще же аполитичные. Социальные проблемы их не интересуют, политические проблемы их не интересуют, прогнозы экономические такие совсем умные, когда бородатый дядя. Их не интересуют. А вы, разве, только на тему политики говорите? Нет, ну, я стараюсь на все темы. А вы считаетесь аполитическим все же журналистом? Я состоялся как политический журналист. Так получилось. Это безусловно. Ну, поэтому мне легче. Знаете, если вы 20 лет режете там картошку в салат, да, и вам это легко, уже руки сами все режут, и ножик по пальцам не попадает. А давайте примем звонок от нашей аудитории. Если можно, здравствуйте. 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 Вам не кажется, что вот после выхода с одного канала, который мы не называем или не называем, на другой канал, как бы вам сказать, вы попытались войти в одну и ту же реку дважды. И от этого программа потеряла какой-то вот такой, такой, такой изюмин. А как вас, простите, пожалуйста, зовут, мне успели спросить. Меня зовут Валерий. Валерий, а можете ли сразу, может быть, пояснить, в чем была изюминка и что потерялось? Ну, знаете, ну, как-то вот этот, ну, скандал или не скандал на том канале, который мы не называем, да, он какой-то вот след наложил. Одну передачу вы имеете в виду, да, у вас осадок остался какой-то или в целом вы недовольны вектором? Нет, 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 осадка не осталась. А какой вы хотите, а что вы хотите, чтобы делал Мамыкин? Вот как раз удивительная возможность, совет дать непосредственно поделиться. Вы знаете, мне трудно советовать, потому что я немножко из другой сферы. Вот, но, как вам сказать... Ну, а как зритель, чего вам не хватает? Не хватает острой интеллектуальной беседы, скандалов, драк, чтобы стакан воды друг к другу в гости вылили? Легко-эротическая раскрепощенность. Как вам сказать, все не это. Дело в том, что, мне кажется, вот в жизни каждого человека и специалиста, и в том числе журналиста, существует такой момент, когда что-то надо поменять. Я понимаю, что она настолько вам родная, эта программа, что, наверное, менять не очень хочется. Но вот не хотели попробовать в чем-то другом? Не вот не в разоблачении и там, и в срывании матрицы людей. А в чем, а в чем, а в чем? А в чем, вот, уважаемый Валерий, вот где вы видите, мамыкин? Гораздо полезнее был бы ваш звонок, если бы вы смогли вот дожать и сказать, в чем. Иначе-то все общие разговоры. Нет, ну вы понимаете, я говорю, это мой вопрос Андрею. Все, хорошо. В том числе, не хотелось ли, вот, и не считает ли он так, что он вошел в одну и ту же реку дважды? Поняли вас, поняли, большое спасибо, Валерий. Ой, спасибо большое, Валерий, столько вы всего сказали, заставили думать и переживать опять. И смотрите, руки трясутся, поэтому я их под столом держу, и никто их не увидит. Но на самом деле нельзя в одну реку войти дважды, поэтому программа на РЕН-ТВ Балтия, она другая. Она другая, потому что студия другая, потому что все другое, потому что техническая составляющая другая. Ну, аудитория, не другая. Частично другая. Ну, наверное, уже, да, какие-то люди присоединяются, которые... Кто-то, возможно, перестал смотреть, потому что он видел только на ТВ-5. Международно на ТВ-5, на тот канал, который мы не называли, а я раз и назвал, писали. Директору канала ТВ-5 Мамыкина. В жизни не был бабушки, писали такие совсем. Ну, видно, что почерк старческий. Видите. Да, а где себя? Это вообще все несчастье нашей профессии. Где я могу еще реализоваться? Что я умею, кроме ля-ля? Ничего не умею. Дома строить не умею, лечить людей не умею. Не дай бог начну. Что, вы делали что-нибудь, кроме журналистики, когда-нибудь? По большому счету нет. Я работал там на всяких заводах, сторожем, охранником, еще где-то это все не считается. Все мы работали охранниками и прочее. Но по большому счету нет. Ну, может быть, я бы мог, во-первых, профессии, не знаю, там, учить русский язык. Русскому языку в смысле. Приводавать. Да, да, да. Вот, если не сам учить, а обучать кого-то. Не, а зачем вам делать что-то другое, если вы это хорошо умеете? Это я не делал никогда. Это я, по несчастью, получил такой диплом и забыл о нем. Вот, может быть, сейчас придется вспомнить. Но все, и, ну как, журналистика, она же политика, не хочу. То есть, куда, что мне делать? Да, кстати, вот, политическая поприща была бы для вас открыта. А как, почему вы никогда не имели амбиции в политику? У вас же должны быть знакомства влиятельные. Все, вы сейчас, все в очередь выстраиваются. Все в очередь выстраиваются. Помните вот этих ведущих культовой программы «Взгляд», которые тут же ушли в политику, стали депутатами, им подчинялись, там, стадионы, толпы людей, на них смотрели. Это все, да, ну, например, Александр Любимов, он же два созыва отсидел в Госдуме, и все, он сейчас не депутат, он вернулся в бизнес, он стал сейчас фактически главным человеком на РБК-канале, он все равно занимается телевидением, он там делает проекты «Имя России», он там, говорят, 5-10 лет назад при Жаврегу говорил. Ну, как депутатом он как-то ничем не был отмечен. Ну, он там боролся за демократию, и они там чуть ли даже одно время не с Новодворской были в одной фракции, потом поругались, там все очень сложно. Ну, бог с ним, с этой политической его жизнью. Но человек вернулся в свою профессию. То же самое многие журналисты в Латвии, там, я не знаю, Валерий Карпушкин, да, ну, Ткабанов уже несколько созывов, но Карпушкин один раз попробовал, ушел, Илмар Ракенс, Иман Тракенс пришел в политику, ушел. Да, то есть как-то вот, мне кажется, журналисты не очень живучи, но есть приятные исключения, есть один мэр, вот он ушел в журналисты. А он еще тоже был журналистом. Он даже наработал на том канале, который вы не называете, а я так и назвал, на ТВ-5, вел программу «Тема недели». Да-да-да, есть фотографии, какие-то трогательные. А он еще работал же с корреспондентом телеграфного агентства «Этартас». Это как-то параллельно было, мне кажется, он уже был на ТВ-5 и потом начал работать на «Этартас». Потому что я сейчас постоянно, творожая историю, натыкаясь на такие даты, что такого-то числа корреспондент «Этартас», упомянутый вами, сообщил о том, что Рижская дума не спешит с переименованием улицы Дудаева. Просто такие странные совпадения. Надо распечатать и послать на Ратушную площадь дом-1. Непременно сделаем. Только что у нас был звонок, а вот он и есть. А, да, он и вернулся, слушатели звонят очень активно, надо принимать звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Ну, что... Представьтесь, пожалуйста. Да, Дима. Дмитрий. Да, Дмитрий, слушаем вас. Ну, Андрею, спасибо за бабушек, конечно, за аудиторию, да? Потому что, ну, мне, на самом деле, 36 лет, и активно все смотрю, да? Смысл в чем? Очень правильно, что убраны звонки в студию. Потому что, ну, люди звонят и начинают что-то мычать непонятное там, то есть кто-то не может сформулировать, все понятно. А вот плохо, что не зачитываются некоторые вещи с интерактива. Вот это вот обидно, потому что очень толково пишут. Почитаем их только мы, вот те, кто смотрит. То есть, как бы такой, ну, сам с тобой тихо, я в эту беседу. Вот это вот интересно, можно поправить или нет? Что-то хотя бы, ну, Андрей, или может там еще рядом посадить кого-то, и там... И позже зачитывать. Да. Такие интересные. Спасибо, спасибо, спасибо. А вот видите, в целях экономии времени, они же сами, зрители, сами могут чат прочитать, и все. Зачем же мне читать то, что и так уже написано, и плывет внизу экрана? Но вы сами же выбираете, что вы хотите, что вы не хотите спрашивать. Нет, то, что спрашиваете, я спрашиваю сам, конечно. Никто ничего не говорит. Ну, из вопросов чата выбирайте какие-то. Ой, вот я не знаю, я сейчас вам большую профессиональную тайну расскажу. Нам ее и надо. Внимание, барабанная дробь, программа без цензуры. Вот здесь записи. Да, естественно. Потому что, когда меня выгнали с ТВ-5, мне сказали, либо, Мамыкин, ты ждешь сентября или декабря, и мы делаем прямой эфир, либо мы делаем так называемый live to tape. Правильно? Live to tape это называется, да? Американцы придумали, записал, и немонтированная запись вот и найдет за час, за два, за три. Потому что там все сложно, РЕН-ТВ Балтия, это канал не латвийской юрисдикции, это британский кабельный канал, который вещает на Латвию и Литву, все сложно. Либо ты хочешь вот так оставаться в профессии, мы можем, потому что Балтийский медиа-алианс, владелец холдинг, который владеет в том числе этим каналом, он, в общем, спас меня, спас программу, за что я ему искренне благодарен. Без всяких никто там разлюлю. И поэтому чат идет в прямом эфире, а мы идем за час, за два, за три. А чат актуальный как бы, да? Нет, нет. Получается, люди могут комментировать и между собой обсуждать. Между собой, там какая-то, я помню, две девочки поссорились, так интересно, я следил за их дискуссией. А пока, значит, возможности вживую задать вам вопросы или комментарии пока нету, да? Ну, я думаю, мы телесезон этот закончим до июня месяца. Пока не кончилась наша программа. Вот сейчас мы, да, в прямом эфире. Вот он здесь. Кстати, я уже так вленился, уже, знаете, так уже можно записать. Острые вопросы, мамыкин, срочно. А я вот сейчас зачитаю, значит, про то, что расширилась аудитория, мы уже говорили, про что, чувствуете ли, что аудитория расширилась или ничего не поменялось, потом написано вранье. 30-летняя тоже любит Мамыкина. Ой, сейчас я буду извиняться. Мы всегда успеваем посмотреть эфир, спасибо интернету, где можно посмотреть записи. И еще спрашивают, скажите, а настроение влияет на острословие в эфире? Ой, да не то слово, я вообще такой человек, настроение. Там ребенок расстроил что-то еще, грязью на улице обдали, там коллега чего-нибудь не это, и все. Зуб болит. Что, пропадает острословие, присловно? Ну, острословие, да, но это же как-то нужно, вот я когда, я думаю, что я не научусь брать интервью, потому что нужно уметь слушать. А у меня мысль бежит, и язык заплетается за ней вслед. Раньше, чем еще собеседник успел что-то сказать. То есть, я же... Надо уметь слушать и вот поддерживать эту беседу. Вот смотреть в глаза, как вы сейчас смотрите на меня, сжигая своим рентгеновским... Рентгеновским, да, а я иногда начинаю думать о том, иногда, говорю, что ты перебиваешь? Я уже наперед знаю, что человек мне ответит, мне уже скучно, неинтересно, я уже о другом его спрашиваю. А вот перед этими 30-35-летними я искренне хочу извиниться, простите меня ради бога, говоря бабушке, я никого не хотел обидеть. Просто в этом пироге большая часть это женщины и вот 50 плюс. Конечно, есть и молодые, 30-летние, и даже дети смотрят. Там в школу меня приглашали, там были такие мальчики 10-летние, которые знают содержание там последних 100 или 200 программ, чуть не наизусть. Они тоже смотрят, оказывается. Поэтому я стараюсь, чтобы там мата не было, еще чего-то. Не-не-не-не. Но если вернуться к вопросу вот каких-то эмоций, то вы, ну и со стороны, безусловно, можно сказать, что плачущим мы вас и нервным никогда не видели на экране, но вы научились контролировать, да? Ну да, ну что, чего рыдать и какая больная. А если вы там чем-то расстроены, ну можете срывать там злость на гости невинном? Бывало ли, да. Могу задавать резкие вопросы, но гость-то не виноват, но что я буду срываться на нем? Хотя бывает, вот как ты там министр, или как ты там Домбровского бедного, или там еще кого-то. Вот, ну это все-таки, ну я, ну все живые люди, не роботы. Тогда бы роботы, один бы робот одну фразу выдал бы электронным голосом, другой бы робот ему ответил. Ну живые люди. Бывает ли, простите, такое, что гость у вас вызывает по каким-то своим человеческим качествам, еще другим соображениям, какую-то вот острую прям неприязнь, неприязнь к потерпевшему, аж кушать не могу. Бывает ли, что вы себе позволяете это выражать? Или необходимо быть беспристрастным? Необходимо-то необходимо, и нужно быть над событием, и нужно как-то абстрагироваться. Ну, конечно, есть люди, которые мне неприятны. Но я даже сам с личным врагом, я все равно бы сделал свое интервью, старался бы быть максимально вот от него отрешенным. А были ли такие прям, не надо называть тебя, но враги приходили к вам, да? Ну, некоторые люди, да, с которыми я вот не здороваюсь, даже руки не подам. Но они приходили как определенные деятели, определенные представители. Тяжелые, надо сдерживаться. Не-не-не, ну не так, что сдерживаться, но просто вот я вот не хочу с тем человеком. Дело иметь, но он важен для общества. Многие продолжают поступать, но нам необходимо прерываться. Продолжается передача раз в неделю. В студии по-прежнему Михаил Губин. И Леонора Розович. И у нас в гостях Андрей Мамыкин. Вы можете ему позвонить по телефону 67212-93-9. Если не отзовется, то по телефону 67213-93-9. Или даже, пользуясь случаем, написать ему в живой чат. Кстати, пишут. А что там, Мишечка, давайте-ка. Читайте, читайте. Значит, пишут, во-первых, откуда вы черпаете идеи, если еще программ. Один вопрос. Ну, специально черпалка и ящичек в рабочем столе. Я ящичек отодвигаю, черпаю, смотрю, где эти за окном. Но вы же должны были уже использовать всех людей Латвии и мира по несколько раз. Ну, смотрите, вы спрашивали про настроение, про людей. Каждый раз человек меняется, он другой, настроение другое, проблема другая, там ситуация другая. Вот, 10 лет назад универмаг-центр взрывали так, а вот сейчас вот взрывают, могут, там, возможно, слава богу, ничего не взрывают по-другому. Вот со специалистом по, там, безопасности. 10 лет назад одно интервью сделать, сейчас другое. Кстати, уж хорошо время. А вот спрашивают, скажите, а этот ваш, в кавычках, «любимый политик» из Рижской думы так и держит оборону? Так вопроса. Кто это, Ушаков, держит, держит? Молчит, боится или где-то за глаза что-то отвечает вам? Не знаю, не уточняется, кто это. Давайте переберем все 60 депутатов Рижской думы. А кто это с «любимый» в кавычках? «Любимый» в кавычках, но таких, чтобы совсем неприязни нет. Если, возможно, человек говорит о одном моем комментарии, я сорвался, не сдержался. В интернете написали? Нет, не в интернете. В эфире сказали. В эфире сказали. Две с половиной минуты, да. Та с пропущенной буквой фамилией. Да, Степаненко. А он подписался Степанена. То все думают, что я там, наверное, бросаю дротики в его портрет дома у себя. Это неправда. Я звонил ему вчера. Он собирается прийти на интервью совсем скоро. И отношения человеческие хорошие. И все, что я тогда сказал после этого интервью, в комментариях, встретившись с ним, что это было против должности, против его поступка, но не против него лично обращено. И он-то понял, к счастью. Действительно, к его большому уважению он это понял. Молодец. Бывает ли так, что часто ли вам приходится как-то извиняться, или пояснять, или наоборот отстаивать свою позицию, когда вы что-то сказали, или, может быть, написали в интернете, как модно сейчас в блогах всю эту активную? Ну, я как-то не очень пишу в интернете. Даже то, что я в Фейсбуке пишу, это в основном либо записи программ, видео, да, либо какие-то там байчики интересные, появившиеся новости. Фейсбучите, да? Фейсбучит он, на самом деле, очень активно, каждый день большую публицистическую деятельность. Я вот посмотрел, сейчас вы-то вот написали в вашем приходе сюда, и то же у вас моментально пять комментариев за секунду. Там же фанаты сидят, миллиарды. Ну да, там какие-то, да. Кто эти люди-то? Одна моя помощница, вторая написала, очень известный режиссер Агита, она работала на разных каналах, там и на Первом Балтийском, и на ЛНТ, очень уважаю ее. Ну и всякие люди с разными никами, все, что они не написали, все было с таким юмором. Я написал, что у меня руки трясутся, я не знаю, как вести себя в эфире, иду вот на радио. Как это было неправда? А мы-то тут радуемся. Но все равно, скажите, часто ли люди имеют какие-то претензии, которые пытаются высказать вам позднее в личной жизни, или вот знаменитая, на другую улицу, перейду на другую сторону, руки не падают, часто ли вы встречаетесь, часто ли вот такая ситуация возникает, когда нужно как-то... Самые настоящие претензии, претензии настоящие, это когда до суда дело доходит. Вот там ты должен уже парировать, почему-то... Ой, бывали, не то слово, бывали. Уголовное дело было административное, все, но пока я выиграл все, что ни одно не проиграл. Даже гражданские, вот гражданско-правовые отношения, иски, там, вот Мамыкин оклеветал меня, пусть заплатит. А все на вас подавали, или вы, может быть, тоже? Ну ведь и работаешь в газете, там солидарная ответственность издателя и журналиста. Работаешь на телевидении, на радио, солидарная ответственность по закону вещателя и журналиста. Если против журналиста как частное лицо, например, министр Герхардс, он же подал жалобу в Центр госфизика, а те против меня как рядового гражданина, что я издевался якобы над латвийским языком. К тому же только я один. Но все выиграл, слава богу. Все интерактивные голосовалки по независимости Латвии, все уходы министра Герхардса с русским языком, все что еще было, все мы выиграли. Уголовное дело, где там один деятель из Дома Москвы на меня процесс возбудил, он пять лет был в суде первой инстанции, суд первой инстанции меня оправдал. Сейчас он написал апелляционную жалобу, и все будет продолжаться еще лет на пять, наверное, в Рижском окружном суде. На самом деле я вот, если говорить о такой, ну, не высшем суде, а вот о справедливости земной, я очень верю нашим судьям. Вот те разы, когда я судился, я встречал вообще понимание. Да? Да, вот судьи, я как-то, я верю, что, я не знаю, может, полицию можно какую-то взятку дать, хотя я ни разу не давал. И тоже там сколько видел полицейских, обычные рыбосяги такие же, как мы все. Ну вот, или там СЕИМ, непопулярная организация политики, но вот судьи... Вы чувствовали справедливость, да? Да, если ты можешь доказать, почему ты сделал так, вот почему так программа вышла, почему не по-другому она вышла, и ты же не врешь, ты же правду говоришь, как оно было, то суд всегда... Тут у нас независимые и самосправедливые. Я не знаю, как там бывает, когда миллионы делятся в каких-то корпорациях, там Майор Болтик или Банк Парекс, ну я не знаю таких. Ну вот простые дела, вот Вася посчитал, что Мамыкин его оскорбил в передаче, а Мамыкин на самом деле не имел цели оскорбить Васю. Я в суде могу доказать, что у меня не было цели оскорбить Васю. Вы тоже, по-моему, уже одолели полицию безопасности. Не помню, я, может, какая-то жалоба писала на меня, но таких судебных разбирательств не было, нет. Кляусы-то, конечно, строчили, но до суда не доходило. По крайней мере, пока, может, что-то мне неизвестно, еще получше повестку. Политики как таковые, как категория людей. Вас не разочаровало? Они хорошие люди? Ну они же такие же, как мы, журналисты. У кого-то голова болит, кто-то просто мерзавец, кто-то честный трудяга, кто-то карьерист, кто-то взяточник, кто-то, наоборот, переживает, и вот только скажешь плохо, он же звонит, Мамыкин, где-то я к тебе приеду. Не дружили, ничего, не приятельствовали, раз позвонил, может, тебе помощь какая-то нужна. Вот то же самое с политиками, то же самое. Да, к человеческим, может быть, их качествам, там вы как-то можете испытывать симпатии, но бывало ли, что... Не, не бывало ли, что хочу спросить, Миша. Давайте я примем звонок. Нет, пожалуйста, я должна доспросить, а то позор. Бывало ли, бывало ли. Не стали ли вы презирать вообще политику как таково после такого долгого этого и, видя, может быть, глубоко погружаясь в этот мир? Ну, некоторые разочарования такие на уровне частного случая у меня, может быть, были, но это мое турецкое горе. Может быть, тот человек себя прекрасно чувствует в Сейме, еще где-то в партии, с транспарантом на митинге. Ему это нравится. Ладно, тогда давайте звонок. Давайте, говорите. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Стефанида. А вот, знаете, у вас бывают сюжеты, я смотрела один по поводу такой острый, когда убили Григория Немцова. Вот возвращаетесь вы, если, например, ситуация не разрулилась, прошли годы, и к той же теме, например, попытать верхушку полицейскую, почему же не раскрыто дело? Или вот второе дело, когда вы раскритиковали Эгима, ну, так, поддели, что он не понимает совершенно, почти латышского, да, вот как он исправился, мальчик выучил. Еще хочу я заметить, что он, впрочем, и по-русски говорит с акцентом, потому что, видимо, он рос с бабушкой полькой, и у него родной польский. Вот у него отсюда, знаете, такое многоязычие, ну, и как, дорогие товарищи, да, мы все знаем, что это по жизни не проходит, да. Все, удачи вам. Спасибо вам большое. Степанида, Степанида редкое имя. Степанида, мне кажется. Степанида. Благодаря вам нас стали слушать в Далгавпилсе, ведь. Да, но про Немцова, я думал об этом, но я, конечно, не вызывал никого из там Латгальского управления полиции и не делал интервью, но я думал, почему это убийство до сих пор не раскрыто, потому что вроде как человек ушел там через Литву в Белоруссию, оружие, с которого убили Немцова, было найдено в фонтане, рядом с улицы Латвиша в Далгавпилсе, но я вот не делал отдельную программу именно спустя годы, хотя, возможно, эта тема, но это, если расследовательская журналистика, так называемая, это отдельный жанр, я это делать не умею, я снимаю шляп перед теми журналистами, которые готовы сутками там не быть дома сидеть в засадах на последние деньги, что-нибудь покупать, снимать и прочее, и рисковать своей жизнью, это действительно очень большой, ну, интеллектуальный как бы потенциал должен быть у человека и обычная гражданская смелость. А вот Рихард Леонович, просто Стефани, да может хочет буквально два слова, он действительно Рихард Леонович Эйгим, да, и он говорил, что он по-польски даже иногда лучше понимает, чем по-русски, но в детстве так сложилось, но он хорошо говорит, несравненно хорошо, чем что было 3-4 года назад, он выучил латвийский язык. А у вас был случай, когда на вас случилось совершенно нападение и отняли у вас видеокамеру, так вот это и не нашли? Да, кстати, в этом году будет 10 лет, поэтому дело, скорее всего, закроет. А главный человек, которого я опознал, как одного из двух нападавших, он, ну, еще недавно ходил вот рядом со мной, улыбался, говорил, ничего не докажешь, ну, пока. То есть так все на тормозах. Ну, мне даже камера-то бог с ним, тем более, камера даже не моя была, а фирма, и она была застрахована, слава богу. Мне было жалко, что я снимал сибирских латышей в Омской области, что эти кадры пропали. И это был еще там первый вообще визит министра, еще тогда Нила Мужникса в Сибирь. И люди там такие светлые прямо. Мне вот это было жалко. Мне кадров было жалко, а не камеры. А вы как-то специально бережете себя? Вы же, ну, узнаваемый человек. Приседаю со стулом, конечно, не хожу там под сосульками. Что читать? Сырых помидоров на ночь не ем. Но ведь действительно, вам бы на самом деле хорошо бы ходить, наверное, с этим телохранителем, их бывать или в поличных... Так, посмотрите, видите, 20 человек стоят. Вот я не вижу, но я беспокоюсь. Вы действительно такой знатный тролль, как вы признаете. Да, признаю тролль. Как вы действительно слушаете. Ну, чего? Есть ли специально какая-то проблема? Может, вы хотя бы там стараетесь? Ну, во-первых, я не хочу хвастаться. Я всем под Богом ходим. И кому суждено умереть от шальной пули, тот не будет при смерти мучиться геморроем. Понимаете? Ну, это философски очень. Да. Ну, все под Богом ходим. Во-вторых, конечно, на Бога надеюсь, я сам не плашаю, но стараюсь там ночью не выходить. Кстати, вопрос в тему. Включали ли ваш адрес угрозы физической расправы по темам ваших передач? Видите ли, в чем дело? Мой скромный опыт подсказывает. Если говорят, Мамыкин, гадина, мы тебя убьем, этот человек выпустил пар, и он ничего не... вот ничего. А когда всякие такие вот знаки находишь на почтовом ящике, или какие-то такие записочки, будь умным, мальчик... Боже мой. Вот тогда начинаешь задумываться. А такое тоже бывало? Ну, бывало такое, да. Я знаю, другому журналисту, он, правда, в России живет, ему пулю клали в почтовый ящик, приятель мой один. Ну, это ладно, это Москва, там все весело и активно. Мне с собой ничего не клали. У нас-то полидорогие. А по поводу, знаете, по поводу вот... у меня вот большая утрата в жизни была, это смерть моего дедушки, он мне ни разу не снился, уже прошло больше двух лет, и тут, значит, один раз мне приснился, я прям вижу его как живого, и он говорит, смотри мне, я вот знаю, что ты ночью поздно из гаража ходишь. Я что-то повадился, машину в гараже стоять, чтобы хотя бы там 20 минут пройтись до дома и, ну, прогуляться, воздухом подышать. И я вот думал, не предупреждение ли это от дедушки что-то. Смотри, вот, аккуратнее. Ну, ставь осторожнее. Ну, да, вот задумался, встал там раньше. Так что вот, уже ничего у вас не получится, говорю этим, что-то забыло. Злопыхателем. Бывает ли так, что вы после передачи рефлексируете, там, и вините себя, что, может быть, вы все же перегнули какую-то палку, кого-то незаслуженно обидеть, да? Бывает, бывает, бывает. Бывает? Бывает. Не скажу ничего ни с кем, ни с когда, ни что, бывает. Бывало, да. Бывало, и мучился, начинаешь себя сам обичевать, я потом, боже мой. И тогда что? Какой я гадина, как же меня земля-то носит, я топчу ее ногами своими. И вы извинялись, может быть, перед кем-то? Извинялся в частном порядке, но, опять-таки, это даже было вот как с упомянутым господином Степаненко. Вот, ну, вот я понял. Друг, я сказал, вот нет у меня к вам лично претензий. Вот придете на эфир, дадите интервью, расскажете там, что про социальное жилье, про квартиры, там, про канализацию. Вопросов миллион. Про отопление. Вот вы молодец. Не придете, вы плохой. Вот у меня очень простая система координат. Хорошее даешь интервью, плохое, значит, не даешь интервью. А близкие ваши, скажите, пожалуйста, критикуют ли и принимаете ли вы критику, если они, конечно, еще смотрят? Не, ну, есть такие вот совсем, вот, мои бабушки, в смысле, не бабушки, которые бабушки. А наши родные бабушки. Да, мои родные бабушки. Собственные, да. Они, конечно, смотрят с очень большой субъективной долей, что это вот же внучок или там правнучек и прочее. А вот из таких совсем близких, вот, я иногда прошу, чтобы жена что-то посмотрела и сказала. Она соглашается? Да, ну, нет, я ее заставляю, сажаю перед компьютером, перед телевизором. Столько лет, как бы, уже тут. Да, вот ты скажи, вот это плохо или хорошо, вот ты бы сделал так или нет. Она смотрит, да. Вот я слушаю ее, там, какой-то совет или какую-то вот шторм. А она ругает? Ну, бывает, да, критикует, конечно. И вы прислушиваетесь? Стараюсь. Классно. Так, к ней, да. Телефон. Здравствуйте. 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 Господин Ломыкин, ну, зачем же вы так, вот, самобичевание, гадвина, то есть, ну, не нужно самобичеваться. Реально признаете существующие вещи? Зачем самобичевание? Нет, ну, так потому что копаюсь в себе. И как, ну, если, а вдруг, а сколько? Нормально присуще развитому человеку. А некоторые говорят, что уходили с моих интервью в слезах. Я этих слез не видел. Они стояли за углом в редакции и плакали. Господин Ломыкин, так не надо самобичеванием заниматься. Я же говорю, вы правду говорите о себе. Ну, зачем же самобичеванием это называть? А вы можете обознавать вас, ваш сочащийся остроумием ответ? Как-то вот пояснить. Ну, вот интересно, зачем господина Галущенко была так вот, и нас, если вы знали, зачем он сменил фамилию, неужели это действительно настолько интересно было? Подождите, подождите, подождите. А насчет господина Галущенко, отнынешний министр образования и науки Вячеслав Домбровский. Во-первых, он мой одношкольник, он на год младше. Во-вторых, я же вообще знаю, может быть, 99% ответов на вопросы. Вот, и я же должен задать вопрос, чтобы человек дал ответ, и этот ответ поняла аудитория. Понимаете? Да. Я вот, например, могу сказать имя, фамилию того, кто это позвонил сейчас. По голосу. Очень знакомый голос. Ну, предположите. Да? Ну и что? Активист партии «Реформ» Заттлерса и как этот, однопартилист господина Домбровского, Дмитрий Трофимов. Может быть такой человек? Может? А мы не знаем, откуда. У нас же нет вашего, так сказать, музейного члена. Вот. Например, да? Может, я ошибаюсь. Может, я знакомый. Даро проведения. Да-да-да. Ну, помогают силы определенные мне. Высшие. Высшие помогают. Это ж надо, Миша, вот так вот, да, по голосу на радио узнать. Послушайте. Не каждому. Не каждому. Не каждому. Давайте про Галущенко. Еще три слова скажу. А что там было? Нет, ну, я просто такое жесткое интервью. Сказать, человек до 16 лет был с одной фамилией, после 16 лет другое. Да. Тем более, эта ситуация один в один моя. Потому что у меня папа мой родной, горький пьяница, и одно время я тоже хотел в школьные годы отказаться от его фамилии. Когда фамилия Мамыкин не стала мне уже принадлежать, она же там журналистская фамилия, там или еще что-то, Мамыкинщина, это вот то, что троллинг и прочее. Я понимаю, что я должен с этой фамилией жить, это мой крест. Как так от отца отказаться? Вячеслав пошел другим путем, министр образования и науки. Это его право. Но я как журналист должен спросить, почему до 16 лет вы были Галущенко, а после 16 лет стали Домбровский? Что с вами произошло? Это же нормальный журналистский вопрос. Конечно. Ну, нормальный. Поэтому и задал. Вы тоже спросили. Ну, вот поэтому и задал. А что именно Дмитрия в этом, интересно, травнировало? Может быть, они всей партии сейчас, потому что Домбровский в партии завтра, Дмитрий Трофимов, активист, член, кандидат, депутаты. Ну, а что же вы видите, какой вы ущерб наносите сразу группе людей. Целой партии. Сопереживают. Целой партии. Сопереживают, да, поддерживают рук жилет, товарищеская поддержка, это очень важно, между прочим, в наше время. Безусловно. Конечно. А вот насчет гуруизма вашего. Гуризма. Гуруизм? Гуруизм. Гуру. Если к вам придет юноша или там девушка со ссором горящим, и вот просто научите меня, Андрей, вот читайте вот советы, как быть, как вот стать. Что вы сделаете? А, пнете, бэ, поглазите по голове. Вы скажете, деточка, прижму к груди, подышу на ладонь. Да, юноша, там бледный, со ссором горящим, ныне даете три совета. Можете сказать? Могу. И советы? Ну, совет нет. Ну, люби профессию, задавай бесконечный вопрос, почему, и не жалей себя. Вот отдавайся целиком делу, которое ты делаешь. Это вообще в любой профессии. Там слесарь, ты токарь, не знаю, какой-нибудь дилер, киллер. Нет, киллер не надо. Дилер можно. И поэтому, ну, дело в том, что все девочки, которые приходят в редакцию, они все на второй день пропадают куда-то. Те, кто не пропадает на второй день, пропадают на третий. Именно девочки? Девочки-мальчики с горящими глазами. И которые, вот, вроде хочешь им, а они уже все потом. Они понимают, что это собачья тяжелая работа. Это надо вот как вот вы здесь, жить сутками в редакции. Надо там уходить рано, приходить поздно. Не, ну, ничего. И мы ему ничего привыкли. Подездка ко всему привыкает. У нас зарядочка, да. А тут есть еще вопросы про... И давайте привезем звонок. Давайте, пожалуйста, звонок очень, да, слушатель давно звонит. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот он уже отчаялся, бросил трубку. Все, тоже вот так. Слеза. Тогда, Миша, сразу из чата давайте. Из чата. Какое счетикое впечатление у вас осталось после посещения вас в Домбровой? Как-то искренне жаль было, особенно когда он испугался поехать в Россию. Ну, испугался. Ну, все. Не должны же все любить Мамыкина, и не должны все ездить в Россию. Ну, это его взгляды. Это доброе, что зритель его пошилял. Опять вот звонок только что был. Он... Алло, алло. Нет, извините, не алло. У нас, мне кажется, даже перегружены телефонные линии, бесконечно звонят, слушали, и спихивают один другого. Сейчас вот линии обе свободны. 6-7-212-193. И 6-7-213-193. А Домброва, да, мне музыка Домброва понравился. Он же говорит, я же барьер за независимость, я же был на баррикадах. Я говорю, сколько тебе было на баррикадах? Он же в двухлетнего возраста помнит. Нет. Его мама была на баррикадах, была скучатая. Здравствуйте, простите. Алло, алло, слышим вас. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Да, товарищ, пожалуйста. Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Андрей. Формат ваш исправился, вот когда вы перешли на РЕН-ТВ, да? Удите наоборот. Очень нравится, да. Потому что, во-первых, появилась риска для голосования раз, нет пустых звонков, а есть смс-ки. Все очень классно. Единственное, маленькая-маленькая просьба. Подумайте над этим. Чтобы в опроснике, там три строчки. Чтобы в одной строчке не было взаимоисключающих утверждений, раз, а чтобы между строчками, ну, первая, вторая или вторая, третья, не было дублирующих значений. Ну, чтобы как-то было четко и ясно. Иначе получается такая непонятка, и люди теряют, не знают, что они за что, и нет ясной картины мнения, ну, вашей аудитории. Все, спасибо, удачи. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А видите, вот нравится, оказывается. Одни говорят, нет там прямого эфира, плохо, звонков, плохо. А другие говорят, хорошо, что нет звонков. Но умение, вот, публично говорить, это действительно дано не каждому зрителю, простой человеку, ну, бедный. Он вроде хочет сказать, позвонил, волнуется, не может мысль сформулировать. А что, на самом деле, есть и профессионалы. Звонит, волнуется. Есть такие. Здравствуйте. 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 Ну, зачем же вы так быстро трубочку кладете? Я бы и представился. Ой, здравствуйте. Вернулся. Партия. Это партия за товарища. Как вы поживаете. Спасибо, Леонидор, очень хорошо. А господин Мамыкин, я бы хотел сказать, что я думаю, что можно брать новую вершину. Вы знаете, есть один очень популярный американский радиоведущий, который просто сделал себе бум известности, разговаривая в эфире матом. Вот это новая вершина, которую можно взять. Спасибо. Ларри Кинга вы имеете? Нет, Ларри Флинта. Флинта, да. Парцов, боди-боди-парцов, это же любимый... Ну, я просто хотел бы сказать вопрос, мне просто интересно, да, то есть, можно со мной не дискутирует эфир. Спасибо. Да, да, да. Не обращают ли вас Лавры и Ларри Флинта, спрашивают. Ларри Флинта, да. Спасибо, нет. Спасибо, дам их другому. Это... Не тот ответ, на который ожидал получить господин. Это Кумир, господи, рыжий диджей, знаменитый. Как его зовут? Не знаю. Старой школы. В олдскульной? Подсказка зала, подсказка зала. Смотрите туда, Леонарь Теодоровна, там подсказка. Все будет плохо, что? Все хорошо? Что ты показываешь? Вот так вот бывает тоже. Часто ли вам, скажите, показывают какие-нибудь знаки во время прямого эфира, которые вы не можете сразу истолковать? Если только операторы. Заканчиваем, заканчиваем. Но они, как правило, ничего не показывают. Они молчат. Есть тайные знаки? А вы можете передать привет какой-нибудь? Не, ну да, если я вот там щеку почешу, там ребенку, еще что-то. Но это ребенку, это какому-то знакомому папу. Вот я вот, когда мы договорились, а так нет, зачем? Ну дети маленькие, они были, он старшему сейчас 11 лет, когда ему было 4 года. Он хлопал, он говорит, пап, можешь привет передать? Я говорю, не могу. Вот там, Артем, привет, я не могу сказать в телевизоре. Но я вот там вот нос почешу. И он там потом в школе рассказывал, что папа, это он мне нос почесал, а не просто почесал нос. Сейчас я тоже вот опять показываю, наш господь почесал нос. У нас же трансляция в интернете. Да-да-да, безусловно. Вы каждый передачи готовите, скажите правду. Через одну. Ну, конечно, каждый, но какой-то я, конечно, могу быть хуже подготовлен. Да. Информации не хватает, времени не хватает, усидчивости не хватает, цельности какой-то не хватает. А какую-то, знаешь, вот можешь провести без подготовки, потому что вот знаешь все. Последнее время. Казалось бы. Успеем принять или все уже? Успеем, конечно. Это же Мамыкин у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, вот, успели. Вот, успели. Успели как раз. Все успели. Ну что, Мишенька? Пора заканчить. Вот в гостях у нас был, сами знаете кто, звезда экрана. А вели программу, тоже сами знаете кто. Звезда, звезда экрана, телеведущий Андрей Мамыкин. Мы очень надеемся, что вы к нам придете еще, потому что не договорились до конца. А главное, у вас звукоинженер. Кондиционер, а. А звукоинженер, тот, с которым мы работали на другой радиостанции. Много лет тому назад. Вы со всеми работали, уже переобнимал, уже сейчас половину радиостанции. Перецеловал. Перецеловал, а говорят злой Мамыкин. На какой не скажем, как про тот канал. Хорошо. Да. А что вы в конце передачи говорите, когда прощаетесь? У вас есть фирменные слова там? Да как-то нет уже, наверное. Берегите себя и своих близких. Земной поклон. Оставайтесь на радиоболтку. Мультимедийный информационный портал.